Приветствую вас, на мой взгляд, вашу проблему, вашу ситуацию можно именно понимать, да, ну, пока мы говорим именно о понимании ее. Достаточно просто, на мой взгляд. Значит, с одной стороны, у вас навязчивость, да, навязчивость это сбитое желание, это не, ну, не реализуемое желание, не реализуемые потребности, как и ваши собственные. Вот. Это значит, ну, с одной стороны. С другой стороны, навязчивость это запрет, в обязательном порядке, это запрет, это запрет определенного рода, да, ну, какой запрет это, то есть детали, но запресс есть у вас, вот, и о нем можно говорить, да, об этом запрете, который у вас имеет место быть. Вот. Ну, а то, что у вас имеет место быть перфекционизм, а это именно, именно он, именно перфекционизм, вот, это внутреннее обесценивание себя, на мой взгляд, конечно. То есть, я хочу сделать все идеально, если я не сделаю все идеально, то я буду чувствовать себя какой-то, ну, плохой, да. Если я не сделаю все идеально, я буду чувствовать, что я, там, ужасно, например, или что-то вроде того, то что-то идет обесценивание. Вот. Обесценивание идет у вас именно с себя, вот, и, собственно, именно поэтому вы и хотите, хотите все делать идеально, потому что, только-только в этом случае, вот, в случае, если вы, значит, можете сделать все идеально, вы будете чувствовать себя, значит, ну, более-менее хорошо, вот. Иными словами, иными словами, о чем, о чем здесь можно говорить, да, иными словами, о чем? Иными словами здесь можно говорить о том, что вы запрещаете на себе быть несовершенными. Вы запрещаете на себе быть, значит, ну, неидеальными. Почему вы запрещаете на себе быть неидеальными? Да, это вопрос. Да, это очень интересный вопрос, это очень важный вопрос. Почему вы запрещаете себе быть неидеальными? Я думаю, что причина тому, это ваши детско-родительские отношения, когда родители запрещали вам ошибаться, вот. Либо, наоборот, ошибки делали все время и постоянно родители, вот. Значит, так, что вы сами выработали к ним очень, очень и очень негативное отношение к ошибкам, вот. И в результате этого вы теперь боитесь их совершать и считаете, что совершать их не должны, вот. Поэтому, поэтому, ключевых проблем, на мой взгляд, несколько, да. Первое, это сумасшинка, то есть, вы обесцениваете себя, перфекционизм, это всегда про обесценивание себя, это всегда про то, что я, там, какая-то ужасная, я какая-то плохая, если я не сделаю, ну, ну, если я не сделаю так, как нужно сделать, да, я какая-то ужасная, вот. Перфекционизм, он всегда про это, перфекционизм всегда про это. То есть, это обесценивание себя, соответственно, это работа с самооценкой, с принятием себя, да. Второй момент, это запрет, то есть, запрет на то, чтобы быть идеальным, то есть, это такое ваше решение, что я буду, я буду идеальным, я буду, значит, ну, я буду перфекционисткой, да, я буду такой для того, чтобы, ну, соответственно, быть довольным, чтобы мои родители, например, были довольны, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, это работа с запретом. Обязательно, в обязательном порядке, да. И третье, это формирование, ну, формирование адекватного отношения именно к ошибкам. То есть, что есть ошибки для вас, что такое ошибка для вас, как вы понимаете ошибку, да, вот, то есть, как вы ее воспринимаете, как вы ее, не знаю, оцениваете, как вы ее видите, именно, именно, вот, ошибки, ну, может быть, свои, может быть, любые другие, не важно, вот. То есть, вот это все, вот это все нужно разобрать. И, собственно, думается мне, что вот именно тогда, когда все эти, все эти три проблемы, три элемента будут подкорректированы, да, вот. Я думаю, что именно тогда ситуация нормализуется. Но, необходимо еще один момент выявить. Необходимо еще один, еще на одном моменте заострить ваше внимание. Момент такой, момент такой. Значит, какую выгоду вы получаете от того, что ведете себя, ну, вот, подобным образом? То есть, какая-то выгода есть, это однозначно. Я вот более чем уверен, что какая-то выгода есть. Нужно найти эту выгоду, потому что, ну, тот факт, что она есть, это однозначно. А вот какая выгода, что вы получаете от этого, этого вы еще пока не знаете. И именно потому, что вы этого не знаете, да, именно потому, что вы об этом, значит, значит, не осведомлены, не осведомлены, но вот. Именно по этой причине вы и подвержены этой самой навязчивой мысли. Вам нужно увидеть то, что вы получаете, вам нужно увидеть то, что вам дает ваше поведение. И вам нужно увидеть то, что, ну, ту выгоду, которая имеет место быть в результате того, что вы делаете. И тогда, я думаю, что ситуация нормализуется. Тогда, я думаю, что вам станет гораздо легче, лучше, и навязчивая мысль уйдет. Вот. То есть, пока что, пока что, пока что, да, вы не свободны. И тот факт, что вы не свободны, безусловно, вас, ну, тяготит. Безусловно. Это понятно, да, не может не тяготить. Соответственно, нужно поработать во всех этих направлениях для того, чтобы, вот, избавить вас от этого. Но это работа. Это работа не на одну консультацию, к сожалению. И, соответственно, если у вас есть желание работать, если вы, если вы хотите работать в этом направлении, вот, то мы с радостью вам поможем. Если вы ищете какие-то быстрые, быстрые варианты решения своей проблемы, то быстрых, быстрых вариантов, кстати, к сожалению, нет. И быть, собственно, не может, не может, не может, вот, именно здесь. Потому что вы живёте так, ну, какое-то время, вы живёте так достаточно долгое время, если я правильно понял, вот, и эта привычка, она у вас так легко не уйдёт, не уйдёт. Вот, ну, вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать, вот, в принципе, то, как мне видится решение вашей проблемы, да. То есть, в принципе, то, что сказали мои коллеги, да, это, в общем, верно в целом. Но нужно, вот, ещё работать, ещё продолжать, ещё, не только в этих направлениях, но и ещё в, ну, в других, да. То есть, чтобы работа была именно, ну, именно полноценной, чтобы работа была именно состоронней, так скажем, глобальной. Вот, вот, в принципе, так мне видится решение вашей проблемы. Если оно вам близко, то вы можете обратиться либо ко мне, либо к любому другому эксперту, и поработать непосредственно с ним на предмет, значит, своих, вот, страхов, которые у вас, безусловно, есть, и на предмет того, чтобы стать свободной в том, вот, что я говорю. Я вам желаю удачи, я вам желаю всего доброго, я надеюсь, что мой ответ был полезен вам, я надеюсь, что вы извлекли для себя что-то новое, вот, в моём ответе, и надеюсь, что вы получили представление теперь о том, как, как вы будете действовать, вот, что вы будете делать, и, собственно, именно оно, это понимание, да, именно оно, вот, понимание того, что вы будете делать, оно даст вам, ну, собственно, значит, надежду, надежду на то, что в будущем вы сможете, эээ, стать, действительно, свободной, и всё это беспокоить вас не будет. Если у вас остались вопросы именно ко мне, то вы можете, эээ, значит, задать, задать мне, задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, то я буду вам благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего, эээ, самого-самого доброго, и хочу, хотел бы вам, эээ, пожелать того, чтобы, эээ, вот, всё-таки Новый год наступил, да, чтобы в Новом году у вас, эээ, вот эти вот мысли, эээ, негативные, эээ, навязчивые, чтобы они ушли. Всего вам самого доброго, и удачи!